К этому ты готов? Сиси, не говори ерунды. Как я могу быть готов к твоей смерти? Я готов лишь к жизни? К нашей жизни вместе. Вместе, понятно? Если он прикажет, я тебя пристрелю. А я тебя не боюсь? К тому же ты в курсе про письмо мамы? Письмо. Со всей истории. Только если ты начнешь угрожать Франко, ты труп. И твоя мать тоже. Как ты думаешь, что выберет твоя мать, когда между глаз ей будет смотреть Дугла? Жизнь Кармела. Она выберет жизнь. Я хочу отомстить Франко и Кармелу. Против Франко я не пойду. Это твои личные трудности. И мой тебе совет. Только отнестись к этому действительно серьезно. Берегись, Кармела. Он опасен очень. У меня нет выбора. Он меня предал. Я была на его стороне, он меня подставил. И я ему отомщу. Отвали, я войду в этот дом. Ну, сеньор сказал. Да мне плевать, кто что сказал. Оставь меня в покое, Чулита. Ясно? Это мне и нужно. Похоже, наши пути вновь пересеклись. А говорят, что когда это происходит, то некое тайное послание должно стать явным. Не хочешь узнать, что должно случиться? Я пошла в душ. Пока. Исабель, спинку потереть? Ничего, найду щетку. Хотя, когда я отказывалась от помощи. Я знал. Иду. Привет, Бернардо. Ты. Я. Малепия, не знаю, о чем ты говоришь. Да как же, еще как, знаешь. Ты не займешь моего места. Никогда не займешь. А твоего места рядом с Гастоном нет. А что касается дома, так у меня есть свой. И мое место рядом с ребенком. Думаешь, с брюхом тебе все позволено? Ты не имеешь права рожать от Гастона, потому что ты не только украла у меня мужа, ты украла и мое будущее. Потому что теперь я уже не смогу стать матерью. Я так хотела ребенка от Гастона. А ты его украла? Ничего я у тебя не украла. И при чем тут ребенок? Он мой. Только мой. Оставь нас в покое. Если у меня не будет ребенка от Гастона, то и у тебя не будет. О чем ты? О том, что твой ребенок мертв. Орлинда, срочно вызывай скорую. Орлинда, срочно вызывай скорую. Орлинда, срочно вызывай. Орлинда, срочно вызывай. Орлинда, срочно вызывай luôn. Я пришёл задать тебе один вопрос. И хочу получить на него откровенный ответ. Ты же знаешь, как опасно мне лгать. Да, в общем-то, нет. Ведь я тебе не лгал. Ну, а в чём дело-то? Скажи мне, Исабель была твоей любовницей? С чего ты это взял? Мне сказала Вероника. Так что лучше скажи мне правду об Исабель. Вы с ней спали? Ну, правда в том... Да, у меня был не только Кармелл. Бернардо тоже. И, кстати говоря, он был лучшим из трёх. Ты предала меня, и, похоже, не раскаиваешься. Это какую же сущность надо иметь? Ты даже не просишь прощения, странно. Как ты вообще могла так поступить? Как? Я поступила с тобой так же, как ты со мной, когда я нашла в твоей постели другую. Ну, разве что я тебя превзошла немного количества. Ты делаешь ошибку, Исабель, так спокойно об этом говоря. Кто-то другой, может быть, тебя бы простил, только ты же знаешь, что я этого так не оставлю. Вы скажи мне, что теперь я должен с вами делать? Перестань. Ты похож на шута из комедии. Да, теперь я понимаю, почему все такие фанаты крёстного отца. Исабель, если в тебе осталась хоть капля разума, закрой рот. Итак, я рогоносец. Да, Бернардо, теперь вы лишь можете почтить молчанием моё горе. Ты сошёл с ума. Чего я должна молчать, Франкло? Ты выгнал меня из дома, и я тебе больше не супруга. Да, я воткнула тебе в сердце нож, чтобы ты мучился. нож в сердце. Ты сама укорачиваешь свою жизнь, Исабель. Часы уже тикают. Сегодня ударишь ты, завтра ударю я. Так что давай, радуйся. И знаешь что? Ты рано смеёшься. Когда я говорю фразу «сегодня я, а завтра ты», я не имею в виду ничего смешного, так что ты подумай. Франко, прошу тебя. Давай поговорим, как мужчина с мужчиной. Солес. 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 Поцелуй Ты в курсе, что это значит? Что ты трогал? Прости Прощай Вероника, пойми же Я ее мать, и такого не прощу Мария Пео упала, когда пыталась убить Сиси Хочешь сказать, что моя дочь убийца? Не желаю слушать бред Как ты? Немного испугалась А так ничего Но если с ней что-то будет Я еще могу простить, Исабель, за тебя Ты мой лучший друг Уж лучше пусть спит с моим другом, чем с первым встречным И с Марио все ясно Он мой сын, моя кровь Франко Прошу тебя Не выходи из себя Ты тоже был отнюдь не безгрешен Да? Что ты хочешь сказать? Здесь другое Я ведь могу понять, когда она спит с моим другом Но когда она выбирает Бернардо Типа, который предал меня уже столько раз А кто спит с моим врагом Тоже мой враг Еще недавно ты не относился так к Бернардо? Он меня подвел И он это знает К тому же ему слишком многое известно Так что ему вполне пора на тот свет Да и вообще Считаю лишним еще что-то обсуждать По этому поводу Поговорим, когда все немного наладится Сейчас все видится в черном цвете Но что ты с этим решил делать? Исабель Получит пулю в лоб И попрошу я об этом естественно тебя Ты уже давно мой лучший друг Ты прав Я тебя предал, но теперь Все в прошлом Я рад, что ты опомнился Так что покончим с ней И поскорей Я знаю, кто может сделать это быстро и чисто Нет, 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 Кармела Ее должен убить ты Нам не нужны сообщники Эта пуля будет твоей Отомсти ей Я знаю, как ты теперь относишься к этой женщине Которая... Ну, в общем... Ладно Довольно Ты все понял Это приказ Ты сам сказал Это приказ Ты понимаешь, что если бы ты не столкнула Марию Пию То она бы столкнула тебя Да не толкала я ее Она бросилась на меня Но меня удержал Гастон А она по инерции полетела на лестницу Если бы не Гастон... Ну, зачем она хотела убить моего ребенка? Вот если она умрет, это ты ей расскажешь полиции Ты пойми Она давно спятила И если она умрет, тебе же лучше Ты говоришь о моей сестре А хорошие сестры так поступают? Пойми одну вещь, Сиси В нашем мире есть два типа людей Друзья И враги Мария Пия твой враг Она твое несчастье Я не узнаю тебя, Марио Ты говоришь, как безумец Что? Я тебя просто не понимаю Куда подевался другой Марио Способный на сочувствие и жалость В кого ты превратился? Что-то... Известно? Нет Ладно, оставлю вас Думаю, у вас есть о чем поговорить Если что, я рядом Гастон, я боюсь за ребенка Я ведь так перепугалась Не думай об этом Ты должна верить в свои силы Подумай о нас троих Извини, я думала, что приду раньше Да я и сам задержался Гастон попросил заехать в больницу к Марии Пии Что с ней? Прикусила себе язык и умирает от яда? Нет Хотелось бы, конечно, но нет Мария Пия хотела Убить Си-Си Что значит убить Си-Си? Не волнуйся Все хорошо Си-Си отделалась лишь испугом С ней ничего не случилось А вот Мария Пия упала с лестницы Ее увезли в больницу на скорой Какое-то время ее там продержат Они хотят убедиться, что нет никаких травм позвоночника Ничего этой гадюке не грозит Змеям переломы не страшны Недавно звонил Лало из больницы Он сказал, что Мария Пия уже вне опасности Они лишь хотят сделать какие-то там анализы Ну ясно А о чем ты хотел поговорить? Я хочу, чтобы ты мне помог Не позволяй ей Приближаться к Си-Си Да нет, я не прошу Чтобы ты охранял ее днем и ночью Просто, когда ты рядом Последи, чтобы она не приближалась К Си-Си Ну я не могу, Гастон Мне жаль, но я не могу Я ведь охраняю папу Пойми, я прошу самую малость Мы с тобой и Лало втроем сможем Уберечь Си-Си от нападок Мария Пия Когда она Вернется из больницы Но ты должен меня понять Я же не могу оставить свой пост А что если я Начну смотреть за Си-Си А кто-то нападет на папу Послушай, у него же есть Кармела К тому же я считал тебя Другом Си-Си Конечно Она моя подруга А ты мой брат Не знаю, Гастон Си-Си сказала мне Что в этом доме я изменился Это что, правда? Не знаю, что она имела в виду Спроси у нее Я лишь предлагаю тебе выбор Можешь принять мое предложение Или нет И учти, никто за это на тебя не обидится Но тебе нужно выбрать Выбрать, понял? Выбрать что? Стать таким же, как папа Или стать лучше И вот что, Марио Если ты выберешь первое Ты потеряешь душу Подумай Где я? Дочка, ты очнулась Как ты? Сказать хорошо Было бы ложью Где мама? Она где-то здесь Пошла немного пройтись Развеяться Позвать ее? Нет Мне надо с тобой поговорить Конечно Я тебя слушаю Папа, те люди Которые тогда Ворвались в дом Кто? Они были похожи на ненормальных Ты разве не помнишь? Да, помню И что с ними? Я точно не помню Однако Кажется, я узнала голос Одного из них Еще с похищения Они тоже бандиты? Ответь мне Пожалуйста Да, они серьезные ребята Да, но Почему-то о них Вспомнила У меня есть Для них работа Гастона Я убью лично Всю жизнь мечтал Нет Речь пойдет Об одной маленькой Тайне Си-си-си Все хорошо? Ты там? Что-то не так? У меня пошла кровь Полежи спокойно Да Послушай, что сказал врач Да что он мог сказать? Я хочу знать, что он сказал У нее Небольшое кровотечение Это все из-за нервов Си-си просто Переволновалась У нас кое-что случилось Тебя кто-то обидел? Никто меня не обижал Просто вдруг возник страх Положение так часто бывает Приготовлю тебе чай Или лучше побыть с тобой Поговорить Чай попозже Видишь, малыш? Папа нас спас Ваш папа Суперман Не верь ей на Нито А теперь отдыхай Ты будешь нас беречь? Всегда Отдыхай Гастон Иди сюда Скажи, что случилось? Рано или поздно Все равно узнаю Мария Пиа хотела Столкнуть Си-си с лестницы Боже, Си-си упала Поэтому ей плохо Нет, нет Мария Пиа Сама оказалась В больнице Она ненормальная Не успокоится Пока не убьет мою внучку Не волнуйтесь Я больше и близко Не подпущу ее К Си-си Ты говоришь, что Си-си в порядке Но это не так Кровотечение серьезное Это означает Сильное потрясение Для организма И я очень боюсь Очень боюсь Я обещаю вам Что я всегда Буду рядом с ней И не допущу Чтобы с ней Или с малышом Что-то случилось Но что делать С ее раком? Без операции? Но она будет Си-си на нее согласилась Только не будем На нее давить И будьте спокойны Я никогда не оставлю Си-си одну Они с ребенком Теперь не одни Я с ними Спасибо тебе Спасибо Спасибо Я уже составил список Ты должна посмотреть Кого еще пригласить Куда? Как-то куда? На нашу свадьбу Что-то не так? Извини Я просто думаю О другом Об этом кошмаре Я же сказала тебе Что Мария Пия Хотела Столкнуть Си-си с лестницы Да, ужасно Но ты же Подруга Марии Пии Была Теперь я подруга Си-си Ну ладно Я все понимаю Но нам надо Еще многое Обговорить А то потом Не будет времени Да Ты вообще-то Хочешь замуж? Ну конечно хочу Но если тебе это Не надо Зачем себя заставлять? Надо выходить По любви? Да И ты за меня Выйдешь? Да Конечно выйду Привет Как Мария Пия? Зачем ты сюда пришел? Я всего лишь Хочу знать В каком она Состоянии Я спрошу Хочет ли она Тебя видеть Если нет Ты уйдешь Килита Как хорошо Что ты пришла Ты не представляешь Как мне тяжело было уйти Орлинда Такая строгая Ну конечно знаю Прошу Присаживайся Спасибо Ну что ты? Как ты? Хорошо Хорошо Вернее хорошо Насколько возможно В этом доме Ничто не приспособлено Для нормальной жизни А я честно говоря После того Как ты ушла То есть Когда тебя выгнали Чувствую себя ужасно Это невыносимо Теперь там настоящий дурдом Почему? Из-за Кармелла Он опять заодно с пранку Важничает И нас всех конечно Ни во что не ставит И потом Ты не угадаешь Что сделала Мария Пиа Что? Хотела скинуть С лестницы Сиси Но загремела сама Что? Да Она сейчас в больнице Кажется Уже поправляется Надо же Хорошенькую жизнь Она им там устроила В моё отсутствие Отлично О Наверное Поэтому Бернардо Унесся Как сумасшедшие В больницу И мне уже Пора бежать Иначе Арлинда Всю кровь из меня выпьет Но сначала Я дам Тебе Подарочек Правда? Мне? Да Держи Спасибо Как мило Какая прелесть Так приятно Получать подарки Мне так нравится Какая красота Я рада Кстати Ты ведь Что-то хотела? И что это? Что значит Непоправимый вред? Простите Что я опоздал В чём дело? В позвоночнике Больной Начался Необратимый Процесс И что? Скажите Доктор Почему я не чувствую Ног? Повреждён Костный мозг Вы не сможете Ходить Боже Нет Как это может быть? Моя дочь Не может Остаться инвалидом? Не может быть Должны же быть Способы Сделать что-нибудь Какая-то Терапия В данном случае Это не поможет Процесс Необратим Нет Нет Я этого не вынесу Тише Дорогая Тише Наш доктор Что-нибудь Придумает Вы просто Молодец Спасибо Ты просто Рождён Чтобы быть врачом Теперь Уходи так Чтобы никто Кто не видел А деньги Я всё улажу Ты их получишь Ну ладно Ну как Всё отлично? Да Ну не умница ли У тебя дочка? Конечно Я тобой горжусь Что это? Письмо для меня Чирита С чего бы это Мне писать тебе письмо? Нет В этом письме Я рассказала Правду о Франко И там сказано Что если со мной Что-то случится То виноват он Подтверждение Я упомянула Там пару фактов Что с тобой? Подними его Не понимаю Зачем ты отдала его мне? Чтобы ты Отнесла его в полицию Если со мной Что-то случится Нет 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 Если я это сделаю Франко меня убьёт Я не хочу Чтобы мне Продырявили голову Нет Нет Ты мне подруга Или нет Чирита Сделай одолжение Это не то же самое Что помочь Выбрать тебе туфли Нет Ладно В таком случае Что будет Если Франко Вдруг узнает Какие планы Ты строишь У него за спиной Думаешь Он будет проверять Правда ли это? Какая же ты подлая Что случилось? Боже мой Моя дочь Что с ней? Она не сможет ходить Франко Ты не можешь убить меня сейчас Подумай о моей дочери Она останется инвалидом Кто будет о ней Заботиться? Всё в порядке У Марии Пии Есть мать К тому же Твоя дочь Сама во всём Виновата Как ты можешь так говорить? Твой сын Вот кто виноват Он бросил её Ушёл к Сиси Что я ещё оставал сделать? Её все бросили Прошу тебя, Франко И ты говоришь Что моя дочь Сама виновата Значит Ты просишь меня Не убивать тебя Да Прошу тебя Не оставляй мою дочь Одну без отца Хоть раз Раз Забудь о своей мести Бернардо У тебя был шанс Воспользоваться Моим благодушием Но ты упустил? Хотя Есть Ещё один способ Спастись Какой? Скажи мне Принеси мне Труп Исабель Я согласен Отлично Прекрасно, Кармела Похоже, твою работу Выполнит другой Он убьёт Исабель Да Я дал шанс Бернардо Замолить свои грехи Знаешь В такие моменты Я поистине Ощущаю себя Богом И мне становится Так хорошо Игра Продолжается? Да Не волнуйся Дорогая С ней всё будет хорошо К тому же Она сама Причинила себе Это зло Ведь она хотела Столкнуть тебя Так? Да Но всё равно Я волнуюсь Наверное Не стоило Гастону Нам всё это Рассказывать Я бы заперла Его во дворе И не выпустила Из дома Пока бы он Не сказал Но она моя сестра И я не желаю Ей зла Си-си Не волнуйся Ты так Она же не умерла В конце концов Папин Ради Бога Не надо о смерти Это безумие какое-то Как вообще Гастон мог Жениться на этой Сумасшедшей С Марией Пи Что-то случилось? Она сейчас Болится Она Упала с лестницы Когда пыталась Столкнуть си-си Как Марией Пи Когда её отпустят? Скоро Но Есть проблема Она не сможет ходить Как не сможет ходить? Да Мне так сказали Из больницы Она уедет В инвалидном кресле Не может быть Я видела её После падения И ноги у неё двигались Что? Может тебе показалось Мама? Ты не рассмотрела И потом Ты же не врач? Я знаю А что если Это месть Франко? Что если Это он Подослал врача Который сказал Что она Не сможет ходить Представляешь? Ну что ты говоришь? Франко убивал Из-за меньшего Прошу тебя Марио Берегись Франко Он Преступник Ну что? Нравится мой чай? Честно? Да Ты хранишь Столько тайн А ты нет В каком смысле Ты должен Меня убить? Я не питаю Иллюзий Ты хочешь жить И поэтому Должен убить Меня Так? Иначе Франко Тебя не простит Исабель Честно Я не вижу Другого выхода А я помогу тебе Забыть о Франко Навсегда Да Ты подумал Верно Надо убить его Ты не сможешь Исабель Не сможешь Не смогу И ты сам Ему позвонишь Назначишь ему встречу Где я скажу Заговор против Франко Означает Немедленную И скорую смерть Немедленную И скорую смерть Интересно звучит И очень кстати Хватит говорить Загадками Объясни Что тебе надо Ладно Объясню В чае Что ты пьешь Сильнейший яд Ты мне подсунула Наконец-то Игра пойдет По моим правилам Что ты говоришь Исабель То, что ты скоро умрешь Как в кино Если только Не примешь Противоядие Дай сюда Не трогай А то оно пройдется Исабель Прошу Одумайся Возьми телефон И звони Франко Помнишь телефон? Кто там? Простите, сеньор Я принесла вам молоко Как вы просили Да, я совсем забыл Правда, кажется Я уже не хочу молока Однако, знаешь У меня есть другая Милая идея Милая идея Да? И какая, сеньор? Да ничего особенного Может быть, ты составишь мне Компанию Но, сеньор Челита Челита Хочешь, я буду Словно твой Плюшевый мишка Спасибо, но на самом деле У меня нет Плюшевого мишки К тому же У меня на плюш Аллергия Простите Постой, Челита Кажется, ты хотела Записать диск Со своей музыкой А если я Помогу тебе В этом Хорошо? Да Конечно Челита Постой Челита Франко, это Бернардо Срочно Приезжай И что? Ты мне покажешь? Покажу тебе тело Исабель Она мертва Ты рехнулся? Я не хочу стать соучастником Это твой последний шанс Его увидеть Потом она полетит в речку Приезжай Без разговоров Пока Отдай Ну, конечно Ой Что ты наделала, стерва? Не волнуйся, дорогой В бутылке была Всего лишь водичка А я, от которой я влюла В чай Лимонный сок Только смотри От инфаркта не умри Пока Боже Эта женщина Ненормальная Она сошла с ума Нанита Нанита Шепчутся часы Когда на них два И когда на них три Нанита Нанита Тебе я пою Когда ты сладко спишь Словно в раю Ты мой малыш Тебя я люблю И песенку эту Тебе я дарю Мама и папа Тебя берегут Часа рождения Всем сердцем ждут Нанита Нанита Шепчут часы Когда на них два И когда на них три Еще раз Я уже читал Два раза Давай Это же песенка малышу Пусть послушает еще Давай Давай Нанита Нанита Шепчут часы Когда на них два И когда на них три Нанита Нанита Тебе я пою Когда ты сладко спишь Словно в раю Салют 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok